Я поиграл в Atomic Heart за два дня до релиза, вау, это на моей памяти уже второй раз, потому что первый, по-моему, был Gotham Knights, ну а теперь Atomic Heart, пожалуйста, вы можете её качать с торрента, боже мой, ну конечно я бы не стал этого делать, я-то сделал, так скажем, в личных целях с ознакомлением с игрой, конечно же. Потому что в будущем всё же я её куплю, когда будут средства и когда она будет на скидках, потому что за фулл прайс я очень редко что беру, очень редко, это должен быть сверх проект, чтобы я ходил прям за полный ценник его взять, вот, ещё не было такого никогда, вот, но в принципе то, что я увидел, то, что я поиграл, мне понравилось. Оно выглядит, ну то есть сама игра, первые полчаса это были, так скажем, экскурсия по этому миру, и это правильно, это гораздо лучше, чем в Киберпанке том же, когда ты вот сделал своего персонажа, заспавнился, и всё, и тебя куда-то дёргают, ты должен этому, ты должен тому, с тем поговорить, туда поехать. То есть я как игрок теряюсь, такой, блин, я только кеды выбирал и прически, а вы мне тут уже, это кто, а это кто, а это что, то есть я ничего не понимаю. Я как человек, который должен следить за сюжетом, в принципе, да, я потерялся, типа, что это, кто это, вот. А Atomic Heart гораздо правильнее, что ли, это делать, потому что вот показывает мир игры, то есть знакомит с персонажами ключевыми, ну то есть там с, я не буду спойлерить, вот, знакомит с роботами, так скажем, да, с интеллектом этим искусственным, то есть постепенно за эти полчаса знакомит, в принципе, со всей, ну не со всей, но половину игры, вот. Вот, и потом, после того, так скажем, после всех катсцен начинается сам геймплей, боевая система, в принципе, мне нравится, чёрт, система, так скажем, анимации, повреждений, убийств роботов, это просто круто сделано, блин. Я, конечно, ну не так уж много поиграл, в принципе, в игру, но, в принципе, то, что я увидел, мне нравится. Это чем-то мне напомнило Dead Island и, господи, другая-то игра от этой студии была, Dying Light, в хорошем, так скажем, хорошей степени, потому что мне нравится там система разрубания, повреждений и прочее. Здесь это сделано тоже круто и с импактом приятным таким, прям, вот и добил, уничтожил, блин, ааа, прикольно вот выглядит, прям плавно там всё, все эти анимации, то есть, блин, чёрт, чёрт, я сижу, играю такой, нет, невозможно, не, я думал, это игра миф, нет, типа, а, это, это сделано, ой, боже мой, я такой сижу и не верю, что, так скажем, российские разработчики это сделали, я такой, нет, нет, я думал максимум, что могут это Warface сделать, блин, и то Warface для 2013 года был очень крутой, извиняюсь, 2012, но Atomic Heart для меня это просто вышка, если честно, это, блин, я буду играть дальше, но только уже, когда куплю игру, потому что, всё-таки, пиратку, как я уже говорил, я скачал чисто, чтобы ознакомиться с системками, потому что мне не было понятно, пойдёт там у меня или нет, но в итоге всё на средних идёт у меня, вот, и, в принципе, нормально, единственный минус вдали, типа, чем-то дальше от источника анимации, тем анимации, типа, хуже, но я думаю, что это исправят патчами, оптимизацию также доведут до ума, вот, ну, в принципе, а не, она нормальная, но я имею в виду, что для более слабых систем, вот, всё-таки что-то сделают, ну, я думаю, да, и, в принципе, в принципе, играется хорошо, вот, вот, так скажем, система боя именно рукопашная, сделана прям, боюсь, что система именно стрельбы будет такая же, как в The Thailand, или в другой игре, блин, я всё время её забываю, Dying Light, потому что там оно довольно-таки пососно всё сделано, а, надеюсь, тут будет гораздо лучше, и спасибо вам за просмотр, и всем пока.